Всем большой привет! Сегодня готовлю маршмеллоу. Детки просто обожают эту сладость. Готовится она очень просто и получается вкусно. Перед тем, как начать приготовление, нам нужно подготовить форму. Я блюдо застелила качественным пергаментом. Также это можно сделать пищевой пленкой, только ее нужно будет смазать растительным маслом, для того, чтобы маршмеллоу хорошо отошел после застывания. Для приготовления нам понадобится 10 грамм обычного желатина, это 2 чайные ложки. В желатин добавляем 60 миллилитров холодной кипяченой воды, это 6 столовых ложек. Желатин оставляем в сторону, он должен хорошо набухнуть. Для сиропа нам понадобится 220 грамм сахара, это 11 столовых ложек. К сахару добавляем 60 миллилитров обычной холодной воды. После того, как желатин набух, его нужно растопить на водяной бане, либо можете сделать это в микроволновке короткими импульсами, не доводя желатин до кипения. И теперь на плиту можно ставить ковшик с сахаром и варить сироп. Варится сироп очень быстро, как только все закипело, вот такое вот бурление появилось, можно выключать плиту. Растопленный желатин начинаем взбивать на средних оборотах миксера и тоненькой струйкой вливаем весь сироп. В этом видео я готовлю двойную порцию. После того, как влили весь сироп, продолжаем взбивать на максимальной скорости. Когда масса стала немного светлой, я добавляю ванилин и также продолжаю все хорошо взбивать. Во время взбивания внимательно следите за массой, чтобы она у вас ни в коем случае не застыла прямо в миске. Как только она вот так вот хорошо загустела и наматывается на ветчик, сразу переливаем ее в форму. Половину от общей массы я выливаю в форму, быстренько все разравниваю, а вторую часть я закрашу свекольным соком. Сок у меня из отварной свеклы. Я добавила 2 чайные ложки сока и быстренько все перемешиваю. Вместо свекольного сока можно использовать любой пищевой краситель или попробуйте сделать так, как делаю я. Вкусы свеклы вы абсолютно не почувствуете. Полезные советы также будут в описании, заходите и читайте. Сверху маршмеллоу накрою пленкой, пленку смажу растительным маслом и убираю блюдо на 2-3 часа в холод. Теперь крахмал и сахарную пудру смешаем в соотношении 1 к 1. В том месте, где я плохо смазала маслом, видите, маршмеллоу прилип. Хорошо сверху посыпали крахмалом и пудрой и можно нарезать так, как вам нравится. Чтобы кусочки между собой не склеивались, хорошо обваляйте каждый кусочек крахмали с пудрой. Получаются вот такие вот пружинистые и очень вкусные кусочки. Если вам все понравилось, не забудьте поставить лайк, вам не сложно, а мне очень приятно. Попробуйте приготовить такую сладость для своих деток, думаю, все будут в восторге. В следующем видео я буду готовить французский карамельный пирог с яблоками, не пропустите. Всем спасибо за внимание, всем пока!